Создание муниципального индустриального парка, строительство терминала по заморозке продуктов питания и реализация раздельного сбора мусора. Три проекта обсудили на инвестиционном часе в администрации района. Раздельный сбор мусора не дань моде, а объективная необходимость. Забота об окружающей среде начинается с малого. Проект по такой сортировке отходов представила компания L&T, которая уже успешно выстроила эту работу в Дубне. Отходы делятся на два типа – органический и неорганический, и складируются в два разных контейнера. Первые утилизируются стандартным способом, а вторые отправляются на переработку. Это контейнер, так скажем, для разлагаемых веществ и контейнер для отходов для переработки. Отходы для переработки – это в основном тароупаковка от каких-либо продуктов, которые занимают достаточно большой объем и могут находиться спокойно в отдельном ведре или в пакете и выноситься не ежедневно. Главное в такой сортировке – это уменьшение количества неразлагаемого мусора на полигонах, ведь такие отходы идут на переработку и изготовление вторсырья. К тому же раздельный сбор позволит снизить тарифы на вывоз мусора. Крайне необходимо организовать раздельный сбор мусора. Для того, чтобы мы снизили и тарифы на этот сбор мусора, для того, чтобы мы повысили экологическую активность населения, и уважение, и любовь к себе в первую очередь, они сами себя уважать больше будут, если они будут этот мусор собирать раздельно, потому что они будут заботиться вообще об экологии и Челковского района, и страны в целом. На воплощение проекта потребуется некоторое время. Для успешной реализации необходимо участие всех управляющих компаний и охват 100% жилого фонда, но гораздо больше займет формирование общественной культуры. На совещании отметили, что для успешной реализации проекта работы будут вестись по всем направлениям. Также обсудили создание муниципального индустриального парка. Участок подобрали в сельском поселении Огудневское. Такая площадка должна заинтересовать крупных инвесторов. На встрече рассмотрели вопросы подведения к парку коммуникаций. Необходимо создавать такие точки притяжения производственного, где создаются очень много рабочих мест, и мы рассчитываем на это. Рассмотрели и проект по строительству морозильного терминала. Предполагаемый объем инвестиций – порядка 120 миллионов рублей. Инвестору необходима административная помощь в предоставлении участка и получении мер поддержки бизнеса, разработанных региональным правительством. По тому, что нам рассказывали здесь, на институционном часе, это достаточно высокоэкологичные продукты. Не просто простая заморозка, а именно мгновенная, креоном, которая позволяет сохранить все питательные качества в этом продукте. И мы с удовольствием его поддержим для того, чтобы часть продуктов продавалась на территории Щелковского района. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».